Я нашла вот такую статью, где сказано последние минуты, кого могут наказать за смерть Юрия Шатунова. После смерти солиста группы «Ласковая моя» Юрия Шатунова на спасавших его врачей скорой помощи якобы возбудили дело, утверждает директор артиста Аркадий Кудряшов. При этом в следственном комитете его слова не подтвердили. Разбираемся, может ли история смерти исполнителя в итоге закончится уголовным делом. И вот тут сказано. По словам Кудряшова, как только Шатунову стало плохо, ему вызвали скорую помощь, но отправлять к певцу бригаду врачей якобы не стали. Диспетчер сказала, мол, везите сами, вам придется долго ждать. Довезли до ближайшего травмпункта. Там уже сказали, что случай тяжелый, надо везти в больницу. Нам прислали бригаду скорой. Просто какую-то древнюю газель без аппаратуры. До больницы Юры мы не довезли. Он умер по дороге. Да, там в больнице пытались его завести, но не получилось. Он уже был мертвым. Рассказал о последних минутах жизни Шатунова его директор. И тут еще сказано. Из-за проверки отношений врачей Шатунова якобы сначала не разрешали хоронить, говорит Кудряшов. При этом никаких претензий к докторам у семьи певца нет, подчеркнул он. Кроме того, представитель исполнителя убежден, что смерть Шатунова спровоцировали тяжелые суды с продюсером «Ласкового мая» Андреем Разиным за хиты группы. В следственном комитете слова Кудряшова о возбуждении дела опровергли. Информация о возбуждении уголовного дела в связи со смертью певца Юрия Шатунова не соответствует действительности. Это из сообщения главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области. Ранее новости об отказе выслать бригаду врачей к Шатунову не подтвердили на Московской областной станции скорой помощи. Были подняты и проанализированы все вызовы, прослушаны записи звонков, поступивших на пульт скорой за данный период. Звонивший житель не вызывал бригаду скорой, а уточнял нахождение ближайшей больницы, на что диспетчерам был дан исчерпывающий ответ, рассказали на станции. Там заявили, что предлагали оформить вызов бригады, но позвонивший от этого отказался и сам повез пациента в Ростуновскую больницу. Когда врачей вызывали, уже оттуда машина приехала через три минуты. Шатунову начали оказывать экстренную помощь и повезли в Домодедовскую больницу. В машине скорой помощи было все необходимое оборудование, заявил представитель станции. Главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов рассказал, что певца привезли к ним в состоянии клинической смерти. Его пытались реанимировать в течение полутора часов, но сделать это не удалось. Выяснилось, в этой статье говорится о том, что они не вызывали бригаду врачей, а только уточнили, где находится ближайшая больница. И диспетчер дал ответ, где она находится. Не было никакого отказа диспетчера о том, чтобы вызвать скорую помощь. Так что тут ошибка и несовпадение данных, которые говорятся Кудряшовым и то, что говорят врачи скорой помощи. Потеряли драгоценное время, в течение которого могли бы спасти Шатунова. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и будете в курсе событий, что происходит в нашей стране и за рубежом. Спасибо. 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 Спасибо.